Сейчас будем принимать Василевскую Марину, МКС, российский сегмент. Вы знаете, что первая белорусская космонавтка сейчас находится на МКС. И вот сейчас, в данный момент, в 17.50, будет разговор, связь между Мариной Василевской и между студентами БГУ. Вот так каждый желающий может купить вот такую рацию, обратиться ко мне, я ее настрою специальным образом, запрограммирую. И вы можете получать вот такие вот сигналы с МКС, от любой человек. Космос это невероятно, потому что, если честно, я ожидала, конечно, всего самого наилучшего от этого места, от Международной космической станции, от Земли, от увиденного. Но, на самом деле, это еще лучше, чем я знала, чем показывать телевизору. Я знала, что я выше, я менеджер-экономист, но мне, наверное, больше помогла моя профессия, на которой я работала, в этой компании Белавиа, бортсоводником, по перегрузкам, немножко подготовленным по варидным ситуациям. И мне было немножко легче доходить обучение для полета на космическую орбиту. Зонирование Земли, фото, спектральные съемки. 7 целевых работ, 5 научно-исследовательских, 2 общеобразовательные. Также ведем фото-видео спектральную съемку Земли, Великое начало, ураган. Также любительская радиосвязь, эксперимент стандарта у нас использования МЧБИС, локтоферин, токсидиотик. Все эксперименты и целевые работы, конечно, очень важные и интересные. Поэтому не могу вызовет что-то одно. Все знают, что у меня пульс был 66, я была спокойна, так как мой командир был спокойен и уверен в дальнейших действиях. Я знаю, что все, что не делается, все к лучшему. Моя экспедиция обучения продвелась еще на 2 дня, это было невероятно, потому что, когда мы летели на корабле «Бород Куток», наш корабль в закрутке, так называемой, это когда в постоянном движении постоянно крутится корабль. Это было невероятно красиво, ты облетаешь Землю и видишь ее с всех сторон. Нет, конечно, виза не нужна, но нужно социальное развивание американских коллег. Для посещения американского сегмента. Так как я не проходила обучения для данного сегмента, туда, конечно, я не летаю. Спасибо огромное за хорошие слова и пожелания. Да, действительно, у космонавтов есть выходные, это суббота и воскресенье, но для моей экспедиции посещения выходные не предусмотрены, так как у нас всего 12 дней и, в принципе, очень много работы, и это запланированное пространство. Так, так. Так, так. От этого места, от Международной космической станции, от Земли, от увиденного, но на самом деле это еще лучше, даже, чем я ожидала, чем показывать по телевизору. В общем, здесь намного все прекраснее, чем я думала. Знаг. Елена, Ульяна, единица. Знаг. Знаг. Прием. Знаг. Знаг. Знак. Его один. Знак. Знамяк. Радио Сергея Норьева. Сергей Садеев. Былась Елена Ульяна Единица. Елена Ульяна Единица. Елена Ульяна Единица. Расплыванцев 10 лет. Елена Ульяна. Один. Знак. Знак. Приём. Сергей Норьева. Сергей Сbrahimов. Выживает Елена Ульяна Единица. Знак. Знак. Елена Ульяна Единица. Знак. Знак. На приёме. Расплыванцев. Елена Ульяна Единица. Приём. Радио Сергей, Иван Сергей, Радио Сергей, Иван Сергей, Радио Сергей, Иван Сергей, Радио Сергей, Елена Мухина, Ирина Ивановна, Рад слышите, прием. Приветствую вас, рад слышать, вы пока собрана, это субботатора, субботатора Роман, вас советует Белорусский государственный университет. Пожалуйста, дайте нам рапорт, как слышалось, я расскажу вам, Сергей Сергей, Символ 1, субботатора, прием. Прием, буквально минутку, давайте минутку, подождем еще. Радио Сергей, Иван Сергей, Сергей, здесь Елена Ульяна, Единица, знак, не знак, Е1, знак, знак, добрый день, как сейчас слышимость? Приветствую вас, Марина, приветствую вас, рады слышать, у нас эфир будет вести Василина, и я передаю ей сейчас микрофончик. Приветствую вас, Марина. Наши студенты уже готовы задать Вам вопросы, но прежде этого хотел бы Вас поприветствовать ректор нашего университета, король Андрей Дмитриевич. Дорогие Марина и Олег, рады приветствовать от имени всей корпорации Белорусского государственного университета, от себя лично. Большое спасибо за возможность, и мы гордимся тем историческим моментом, в котором мы сейчас все вместе пребываем. Здравствуйте, меня зовут Елена, и у меня такой вопрос. Поменялось ли Ваше представление о космосе в сравнении с тем, что было до полета? Страшно или приятно? Космос это невероятно, потому что, естественно, я ожидала, конечно, всего самого наилучшего, а до того, что... Показываю, смотрите... Марина, спасибо за ответ. Следующий вопрос. Здравствуйте, меня зовут Елена, у меня вопрос, как Ваше образование будет в Вашей профессии? Субтитры предоставлены в Космосе. Еще больше, я помогала моя авиабортоводника. Я уже немного подготовлена по аварийной ситуации. Мне было немного легче проходить обещание для полета на космическую орбиту. Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Добрый день, Екатерина. Скажите, для каких задач планируется использование системы САВА-разработки НИИ ПФП БГУ? Для детационного зонтирования земли, фото, стаканной съемки. Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Добрый вечер. Меня зовут Александр. Я ученик лицея БГУ. Какие эксперименты Вы проводите в данное время и какой из тех, что Вы уже успели провести, для Вас был самым интересным? У нас 7 целевых работ, 5 научно-исследовательских, 2 общеобразовательные. Также ведем фото-видео с патронной съемкой. Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Иван. У меня вопрос такой. Нужна ли виза в американский сегмент? Для посещения американского сегмента. Я находилась в американский сегмент? Да, конечно, я. Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Марина, здравствуйте. Меня зовут Алина. Я студент сфилологического факультета. Хочу сказать, что Вы огромная молодец и красавица. И хочется, чтобы каждая девушка последовала Вашему принятию. Скажите, пожалуйста, бывают ли у Вас выходные на международной космической сегменте? И как часто, и как долго они взяты? Спасибо большое за ответ. Следующий вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Владислав Перелыкин. Я студент в факультете журналистики. Я бы хотел задать Вам такой вопрос. Скажите, трудно ли было проходить всевозможные испытания перед полетом? Марина, здравствуйте. Это Петр Пикуцько, представитель Министерства образования Республики Беларусь. От имени руководства Министерства образования, от всего Министерства образования и образовательного сообщества нашей страны желаем Вам успешного завершения всех намеченных Ваших экспериментов, решения задач и штатного возвращения.